всем привет с наступившим новым годом надеюсь этим утром все находятся в добром здравии не считаю того что у кого-то может побаливать голова но я сегодня выпускаю очередное видео это видео с тех времен когда я еще содержал в своем хозяйстве резинов и хочу показать помещение вольерного типа которое строил специально для того чтобы содержать в нем резинов здание имеет хороший заглубленный фундамент во избежание каких-либо просадок и трещин стенах либо поломки окон и так как мы живем на урале такой фундамент просто обязателен от всех самок которые содержатся в этом помещении я получил зимние акролы в январе холодное время года и акролы полноценные это говорит о том что у резина в данный момент правильное содержание и правильное кормление помещение полностью изолировано от внешнего воздействия сюда не могут залетать комары либо забегать какие-то мышки и другие грызуны так как все выполнено в форме бетонного стакана полы забетонированы большая железобетонная стяжка большой толщины и плюс поверху бетона идет пропитка которая не позволяет жидкости которая идет от кроликов впитываться в бетон перед заселением кроликов либо при уборке на бетон у сяшку насыпается глубокие подстилы и запила 5-10 сантиметров можно больше его делать ничего в этом страшного нет и засыпается также нормальным слоем сена и кролики на нем чувствуете себя очень вольготно подстила этот они из сена едят плюс едят комбикорм и всегда должна быть у них вода обратите внимание что при таком содержании совсем не обязательно и вообще даже не нужно изготавливать какие-либо маточники как некоторые делают там ящики там колотят или еще какие-то углубления ответвления нет ничего этого не нужно крольчиха сама выбирает себе место для гнезда и если у вас глубокий подстил это только большой плюс то что она в каком-нибудь углу делают углубления и в этом место когда приходит время она производит окрол в соседних клетках сидят самцы этот белый самец я брал баварию арнольда франца раньше к нему ездил в хозяйство ну и сейчас довольно часто я встречаю на разнообразных выставках германии он так и занимается в основном белыми резинами но крольчат агуте я брал в то время тоже у многих заводчиков у многих известных заводчиков в том числе у эвальда кремера он живет куксхавале на самом берегу северного моря занимается он резинами краса агуте и на сегодняшний момент по титула моего еще в германии никто не превзошел подстил у кроликов в вольерах меняется по мере загрязнения и получается тем чем выше подстил глубже тем реже нужно его менять либо уборку можно проводить точечно все мы знаем это но это если не крольчата если сидит один кролик мы знаем что кролики ходят туалет в одно место и в этом месте можно просто точечно убрать все это место также насыпать опила и сено и в принципе вольер будет чистый но при этом все равно нужно будет делать генеральную уборку там период определяешь сам когда ты должен все это выгрести из вольера и полностью все там обжечь промыть подсушить но полностью у меня видео по замене есть на канале но принципе двух словах понятно также стенки между вольерами я сделал не сетку а сделал непрозрачно из фанеры это для того чтобы если сидят самцы они не так бурно реагировали друг на друга и не морали друг друга не метили друг друга и если крольчиха тоже делает гнездо например у той стенки где фанера то ее не беспокоит кролик сидящий в соседней клетке дошел до кроликов окраса гелп вообще в своем хозяйстве я держал все окрасы которые только имеются у ризинов это и голубые и красно-коричневые ну в общем все и ну как бы держал такое очень большое количество но в какое-то время я решил немного от резинов отойти и сейчас держу только средние мясные породы крышу данного помещения капитальная утепленная стены сделаны из ячейства пенобетона толщина 300 миллиметров что позволяет кроликам находиться в комфортных условиях отапливать это помещение не нужно вентиляция тоже есть по отоплению на здесь в кадр не вошел здесь на потолке висит инфракрасная лампа которую я включал только в период кролов на несколько дней этого было достаточно что в помещении было тепло поправляюсь не лампа инфракрасный потолочный нагреватель про поилки и кормушки вы все знаете поилки это литровые германские кормушки изобрел я сам когда-то давным-давно очень важно закрытых помещениях не забывать про дезинфекцию после того как я делал генеральную уборку я обязательно обрабатывал дезинфекции все помещение и напоследок проводил обработку однохлористым йодом это видео тоже есть у меня на канале когда в помещении оставишь эту емкость в хлором с алюминием смешиваешь и в результате бурной реакции происходит возгонка йода который убивает всех микробов которые находятся в воздухе ну и при этом конечно плотно закрываешь помещение и в данный момент кролики в помещении не находится но это когда ты делаешь такую мощную обработку всем удачного разведения и даже в празднике не забывайте о своих питомцах всем пока